Девушки отдыхают Девушки отдыхают И пусть осень все чаще моросит дождем, но яркие события и праздники этой недели сделали городскую жизнь насыщенной и разноцветной. Девушки отдыхают Комсомол. Понятие, которое не подлежит духовной инфляции и не требует политической реабилитации. Ведь комсомольские годы – лучшая часть биографии большинства людей старшего поколения на всем постсоветском пространстве. Коммунистический союз молодежи в этом году отпраздновал вековой юбилей. Могилев отметил это событие эстафетой самых разных мероприятий. Когда речь заходит о комсомоле, у старшего поколения в глазах загорается огонек, такой комсомольский. В этих воспоминаниях прежде всего молодость, невероятная энергия, первая любовь и даже судьба. Я ушел с комсомола в 33 года. С 317 лапсанстрой, все союзно-ударные, даже две, все союзно-ударные комсомольские стройки. Вся моя юность там, поэтому здесь без понуждения, а с большим желанием. Это вся жизнь, поверьте. Я не аппаратный был работник, я токарем была, но очень активно в комсомольской работе была. И поэтому все, вот толчок потом следующий, это был комсомол. Это потом съезды, это очень для общего развития. И, конечно, и судьба эта уже пошла совсем другая. Комсомол – это для меня, скажем, все. И для того поколения, в котором я родился и рос. Мы были послевоенные, и все делали для того, чтобы молодежь помнила и традиции все. В общем, комсомол – это, так сказать, самое главное воспитание молодежи. А скажите, современные комсомольцы, они другие? Наверное, нет. Они тоже же молодые. К каждому время или каждому фрукту свое время. К большому юбилею ВЛКСМ в Могилеве прошла целая эстафета самых разных мероприятий. И если заглянуть в лица ее участников, то экс-комсомольцев очень легко вычислить. Выдает этих людей оптимистический настрой. Например, в экологическую акцию, которая проходила в парке Подниколе, вмешалась погода. Но ни ветер, ни дождь не остановил участников мероприятий. Да и можно ли остановить тех, кто привык всегда идти вперед? Какое у вас настроение? Настроение очень хорошее, боевое. Как и было 30 лет назад, когда мы начинали трудиться в комсомоле. А вот современные молодежи, они отличаются от вас или нет? Современная молодежь? Что у вас общего, а что вас все-таки отличает? Общее у нас то, что мы все молодые. И они молодые, и мы молодые. Это общее. Отличает то, что они в другое время живут. Другое, совсем другое время. Светло, красиво, сыто. Кучаете за комсомолом? Конечно, это же наша молодость, наша жизнь. Мы там становились, как говорится, все вместе. Молодые, красивые. На кого не посмотришь, глаза разбегаются. На работу шли, как на праздник. У этой аллеи пока еще нет официального названия. Но между собой участники акции ее уже называют Комсомольской. Могилеве – это далеко не единственное место, которое так или иначе связано с самой многочисленной молодежной организацией советской эпохи. Улица Комсомольская, Комсомольский сквер. Примечательно, что главное здание областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи находится в центре Комсомольского сквера. Что и говорить, комсомольцы активно участвовали в градостроительстве Могилева. Они приложили руку к созданию авторемонтного и труболитинного заводов. При активном участии молодежи были восстановлены металлокомбинат и завод «Струммашина». А еще для многих комсомол стал школой жизни. В то время, когда я работал в комсомоле, то, конечно же, могу сказать, что это была совершенно другая организация. Это была школа подготовки молодых кадров к работе. И те мероприятия, которые мы проводили, они были весьма важными. Это, прежде всего, и строительство молодежных жилых домов. Это шество над предприятиями агропромышленного комплекса. И действительно, вот тогда это была такая школа, которая формировала человека, готовила ее для будущего. Поэтому я благодарен комсомолу за то, что он вот такую школу мне преподнес. Сегодня я совершенно хочу сказать, что иначе уже чувствую себя в общении с трудовыми коллективами, с людьми. И это большая школа. Комсомол – мост между поколениями. Сегодня старые комсомольские песни активно подхватывают новые голоса. За целый век мир изменился. А вот комсомольцы – ни капли. В конце октября весь мир отметил Международный день анимации. Мировой столицей мультипликационного искусства в эти дни стал Могилев. В нашем городе прошел 21-й Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2018». В далеком 1998 году фестиваль «Анимаевка» впервые прошел в Минске. Вскоре анимационный форум переехал в Могилев. С тех пор жители и гости нашего города ежегодно слышат… Привет, анимаевка! Анимаевка-2018 стала самой масштабной за все годы существования фестиваля. Заявок на участие жюри получило почти в два раза больше, чем в прошлом году. Из Японии, Индии, Америки, Германии, Франции, Польши. Весь мир был представлен. Членам отборочной комиссии было очень тяжело, потому что мы посмотрели больше 400 фильмов. Благодаря фестивалю творческие люди могут обмениваться идеями, вдохновляться работами, развивать мультипликационное искусство во всем мире. Побывав на анимаевке хоть раз, именитые гости спешат возвращаться сюда вновь и вновь. Мы сюда вот приехали, прошлый год мы были вдвоем, вот, и нам так понравилось, что мы решили сюда привезти из Питера наших детей, наш театр. Дети – это музыкальный театр детей, и, в общем-то, мы им столько рассказывали про Мугилев и про этот фестиваль, что они нас все время теребили, давайте, давайте, мы тоже хотим с вами, вот, дотеребили. Марина Ланда и Сергей Васильев написали всю музыку к сериалу «Смешарики». Этот мультфильм показывают в 60 странах мира, каждый день его смотрят 50 миллионов человек. Творческая встреча юных могилевчан со звездными композиторами прошла в кинотеатре «Космос». Чтобы написать музыку к современным мультфильмам, артисты ищут вдохновение в классике. Старый и добрый союз мультфильм никогда не теряет актуальности. Музыку, да, то это, конечно, Гладков и Энтин, безусловно, Рыбников, Шаинский, вот, то есть это бременские музыканты, «Голубой щенок». И Винни-Пух, Миролич, конечно. Да, то, конечно, Винни-Пух, «Каникулы Бонифация». Ну, слава богу, вот тут уж точно, как бы, такая почва, что питаться можно будет еще пару столетий. Анимаевка объединила и юных аниматоров, которые только делают первые шаги в мультипликации, и мэтров кинематографического искусства. Вместе с детьми они участвовали в мастер-классах, радовались новым встречам, активно фотографировались с мультяшными героями. Потрясающие ребята в Могилеве, так живо реагируют, интересуются, участвуют в этом все. А от этого и есть праздник. За четыре дня фестиваля прошли творческие встречи, мастер-классы, презентации и показы, конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Анимаевка 2018 стала настоящим праздником творчества и детства. Я люблю ходить в кинотеатр с своими родными, друзьями и смотреть там крутые мультики. Мультики любите смотреть? Да! За что любите? Они красивые, они веселые, они красивые, они красивые, а развлекательные. Любимый мультик? Фиксики. Смышарики. Золотая рыбка. Простоквашина. Холодое сердце. Ну, погоди. Создать собственный мультфильм юные могилевчане попытались на мастер-классах выдающихся режиссеров. Секрет пластилиновой анимации раскрыл Степан Бирюков, российский мультипликатор. И мы сейчас попробуем, чтобы сделать, что морковка у нас выросла, да? Давайте. Ну, девочки там облепили морковку, а я помогала. Это интересно. Это очень интересно. Для Степана Аскольдовича это уже не первая анимаевка. В 2016 году он стал обладателем Гран-при фестиваля. Художник предложил зрителям анимировать название форума. Что вы делаете? Мы лепим слова анимаевка. И как? Сложно это? Это достаточно легко. Лучшие на анимаевке 2018 признали работу итальянского режиссера Мишеля Бернарди Меркурий. Не остались без наград и могилевские мультипликаторы. Детская анимационная студия «Карандаш» стала лучшей в двух номинациях. Картину «Оборотень» объявили лучшим белорусским анимационным фильмом. А пластилиновая легенда про мирский замок стала самым познавательным анимационным фильмом фестиваля. А возможно, что вся эта легенда всего лишь страшная выдумка, которую передали нам наши предки, как предостережение. Интерес к анимации постоянно растет. Это значит, что анимаевка не в последний раз объединила поклонников мультипликационного искусства. И гимн фестиваля прозвучит еще много раз. А значит продолжится праздник души, веселая, звонкая анимаевка. На неделе отмечали Международный день экономии. И выбирая между комфортом и экономией, важно не ставить знак равенства. Особенно если дело касается электричества. Жить светлее и при этом недорого можно. Могилев умеет экономить. Уходя, выключайте свет. Нет. Именно такой призыв ежедневно видят 80% работающих людей. А вот приносят ли домой могилевчане полезную привычку экономить? Мнения разделились. Никак не экономлю. А почему? А зачем? Экономим, конечно. А как? Как? Ну, начинаем все меньше выключать, выключать. Экономлю. А как? Лишний свет выключаю. Оставляю только там, где нужно. Ну, в общем-то, без фанатизма, конечно. Но в таком вопросе, как экономия, помогает скупой подсчет. За последние, я скажу так, три года потребление населением незначительно сокращается. Примерно 1% каждый год. А сколько именно нагорело, подсчитает счетчик и специальное управление. Сэкономили мы более 67 тысяч тонн условного топлива. Экономят все. И простые абоненты, и город. Уже установлено порядка 2000 светильников светодиодных. И сэкономлено около 80 тонн условного топлива. Это 315 тысяч киловатт-часов. Цифры, говорящие об экономии электричества в обычных квартирах и домах, несколько скромнее. Населением сэкономлено порядка 4 миллионов киловатт-часов. Использовать больше, платить меньше – возможно. Способы давно известны. Самое известное, если спросить любого горожанина, это замена ламп накаливания на светодиодные, нынче самые энергоэффективные. Лампочки меняем. А сколько они помогают сэкономить, практически никто и не считал. Верят на слово. Вы знаете, я не считала, просто я смотрю, что они очень долго горят. Вот два года у меня уже лампочки горят, и проблем нет, у меня часто не надо. Однако в управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов и это тоже подсчитали. Порядка получается 6 киловатт в месяц. Это вроде как немного. Но зимой каждая копейка на счету. Ведь именно в зимние месяцы увеличивается расход электроэнергии. И вместо среднестатистических 94 киловатт-часа расхода электричества по городу летом, зимой нагорает на 23 киловатт-часа больше. Для населения сейчас с 1 января 2018 года действуют тарифы 14,33 копейки за 1 киловатт-час. Это при норме потребления до 150 киловатт-часов. И тарифы при потреблении свыше 150 киловатт-часов. Тариф составляет 18,33 копейки за 1 киловатт-час. Получается, вместо 13,5 рублей в месяц приходится платить почти 17. А те, кто больше любят свет, чем тьму, в прямом и переносном смысле слова, платят по особому тарифу. И именно у них возникает вопрос, как вложиться в эти 150. Среднее потребление по городу Могилево составляет 105 киловатт-часов на абонента. И большинство, это более 90% абонентов, вкладываются в субсидируемый тариф. А для могилевчан совет один. Выключайте свет для создания романтичной обстановки и не экономьте душевного тепла. Осень. Лучшее время для чтения. За чашкой какао в кафе или укутавшись в уютный плед дома мы берем в руки книгу. Именно в эту пору года могилевчане чаще посещают библиотеки и покупают новую литературу. И особенно ценнота, что пишется самими горожанами. Начинается повествование с того, что старый кот пожарный по имени Уголек обучает своих верных друзей вулкана Юпитера и Метеора всем правилам безопасности. Во время этого котята шалят, не выполняют правила, не хотят учиться, но впоследствии становятся доблестными и смелыми героями, которыми гордится вся пожарная служба. Мягкие лапы и пушистые хвосты стали главными героями сборника рассказов могилевчанки Влады Побрызгаевой «Коты пожарные». Это ремейк комиксов «Коты-воители» английского автора Эрин Хантер, но с историями из нашей жизни. «Коты пожарные» — это прототипы реальных героев, называть которых я не буду. Каждый может себя найти в «Котах пожарных» именно из сотрудников МЧС. Отец и дед Влады были пожарными, так что эта книга и про них тоже. Вообще она будет из трех частей для разных возрастов, но понравится всем любителям кошек. Первое — детство, как раз для маленьких читателей. Здесь будут и приключения, и смех, и, конечно, про доброе важное. «Коты», «Метеор», «Вулкан» и «Юпитер» тоже они и блоги на YouTube снимали, потом у них эти телевизоры взрывались. «Вулкан» дома один остался, яичницу в микроволновке неудачно пожарил, это все тоже взорвалось. Ну такая первая часть более юмористическая. Но самое главное, мне кажется, чтобы ребята, которые прочитают ваши книги, они сделали какие-то выводы для себя. Что не нужно, что нужно делать, как себя нужно вести и что не надо делать. Чтобы они знали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, это очень полезно детям. В третьей части, что не нужно отчаиваться, нужно просто идти к своей цели. А во второй части нужно знать историю своей страны. Рассказы так понравились критикам, что первую часть издательства уже готова печатать. Книга будет с иллюстрациями на основе рисунков «Каскетинг Сиренити» и на двух языках – русском и английском. У проекта даже появился символ – кот Метеор. Метеор сделала моя мама из папье Маше. Спасибо ей огромное, что помогает мне в проекте «Коты пожарные». Он у нас одет в форму, в специальной такой шапочке, румяные щечки, глазки зеленые. Он у нас серьезный мужчина, который любит всеми командовать и часто учит своих оруженосцев правильно. Обращаться с огнетушителем, с пожарным гидрантом. Вот такой серьезный мужчина. Он их любимец. Вот этот серьезный кот, который стоит у нас руки в боке. А будут еще. Так что не исключено, что по этим рассказам снимут и мультфильм. Проект «Коты пожарные» поддерживает областное управление МЧС. Сейчас Влада заканчивает третью часть книги. А далее планируются рассказы про каждого героя отдельно. Так что вскоре ищите повести о смелых и любознательных питомцах на книжных полках Могилева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сообщили в дорожном основном предприятии города, всего к сезону запланировано приобрести 20 тысяч тонн. Специалисты-дорожники считают, этого количества должно хватить даже для снежной зимы. 13 коллективов примут участие в фестивале любительского театрального искусства «Свет рампы», который пройдет в Могилеве с 15 по 18 ноября. Участниками девятого сезона станут любительские группы из Беларуси, России и Литвы. По итогам театрального фестиваля жюри определит победителей в нескольких номинациях, в том числе лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая женская роль и лучшая мужская роль. Городские новости на этом не заканчиваются. Встречаемся у звездочета и продолжаем прогулку по самым ярким могилевским местам с самыми креативными горожанами. Все хорошее имеет свойство заканчиваться, даже рекордно долгое бабье лето 2018-го. Было, но прошло. И в город пришла настоящая свинцовая осень. Но могилевчан это не пугает. Они знают, где раздобыть солнце и как устроить яркое лето в ноябре. Начнем с малого, а вернее с маленьких. Им яркость нужнее всех. И найти ее можно на новых детских площадках. В московском дворике или, к примеру, в районе площади космонавтов. Тепло, холодно все равно. Все играют. Оденемся потеплее и сюда, с Ямницкой. Взрослые от осенней серости тоже не в восторге. Но и у них есть свои дворики. Не игровые, а художественные. Самый известный на Тимирязевской. А теперь появился еще один на улице Дзержинского. С крыши стекал раньше битум, какой-то непонятный мох. Все зачистили, все подготовили. И сейчас можете видеть красоту такую в центре города. Это же украшает город, это делает его более ярким. Это лучше, чем просто закрашенные стены какими-то серыми цветами. Нравится даже мимо проходить, смотреть на реакцию людей. Были очень хорошие комментарии. Мне нравится, то есть очень. Идешь, вот я прямо сейчас иду, и вот там заглядываю, там заглядываю. Котка, уходящая в подвал замечает. Надписи вот эти вот такие мудрые. Спасибо, спасибо ребятам, хорошо поработали. Те, кому не хватает праздника в городских пейзажах, ищут его в себе. Примерно вот так. Ты вообще в курсе, что у тебя волосы синие? Да, конечно. А почему именно синие? Ну, вообще у меня были разные цветов, но сейчас предпочитаю синий. К своим 30 годам Артур успел блеснуть пятью цветами радуги и останавливаться не собирается. Ну, на самом деле, мне повезло с работой. Я работаю в этой компании, и у нас все довольно-таки свободно в этом плане. Поэтому, слава богу, никаких там дискриминаций нет. Друзья тоже понимают и даже стараются соответствовать. Волосы не красят, но собираются в большие компании и занимаются косплеингом. Да нет, я и без волос, в принципе, выделяюсь. Чувством юмора нужно обладать, я считаю. Ну, и быть там всегда на позитиве и веселым. Гости Могилева Алиса тоже предпочитает зимой и летом сиять разным цветом. Ну, просто мне нравится так выглядеть, я самовыражаюсь. Как ты думаешь, могилевчане яркий народ? Ну, да. Как реагирует окружающая мама с папой? Мама с папой реагирует нормально, а вот люди постоянно косо смотрят. Нет, я не люблю ни синие, ни зеленое, ни розовое. Почему? Может, они так самовыражаются? Ну, можно найти другое. Я считаю, что человеку нечего другого продемонстрировать, чтобы так самовыразиться. Когда человек ярко выражен, он, наверное, так мыслит ярко. Нестандартное, но продвигает, я думаю, цивилизацию. Я смотрю, вы тоже делаете город ярче, вот вы сами делаете шапки? Ну, сами, да, сами делаем. Сами делаем. Замечательно, что нет черных. Я смотрю, что да, черных нет. Идут хуже. Пестрая одежда, волосы и муралы лучше всего заметны днем. А они осенью короткие. Но и после заката могилев не тускнеет. Даже на окраинах. Триумфальная арка на въезде в город может окраситься в любой из нескольких тысяч оттенков. Благодаря трём прожекторам, которыми управляет сложная программа. Но, пожалуй, самое яркое место в городе – новая лестница в Подниколье. Ходят слухи о том, что вот нашу эту лестницу знаменитую видно из космоса буквально. Как думаете, правда? Ну, самолёты точно видно. С космоса вряд ли. Лестницу с каскадом освещают около ста светодиодных ламп. Всего же в парке их больше трёхсот. Вот эта вот мягкость, всё получается за счёт ламп и за счёт отражателей. За счёт отражателей. То есть не бьёт по глазам. С яркостью всё в порядке. Замена не чаще, чем раз в год. А что же с экономией? Порядка 4 киловатт и всё. Экономичнее, чем дома. У некоторых людей, наверное, в холодильнике лампы больше мощности, чем у нас на одном торшаре. До Нового года рукой подать. Совсем скоро зажгутся ёлки, иллюминация, и областной центр станет ещё более нарядным. А до тех пор создавайте краски сами. При помощи маленьких... ...но броских акцентов. И тогда уж точно никто не поспорит с тем, что Могилёв город яркий. Мы ходим в страшных просто костюмах, в страшном гриме. И говорим, сладости или гадости нам дают сладости. А если, ну, закрывают дверь, то мы ничего не делаем. Нет, мы ничего не делаем, наверное. Наверное. Чаще всего отмечаем в Москве, в клубы, рестораны. Образ какой-то? Образ, костюмы. Покушать готовили, наряжались. А что вы готовили на холлорус? Разные блюда. Кельтские. Кельтские? Да. Кельтский праздник в 2018 году отмечали в клубах и барах. В центре города праздновал свой юбилей с семьёй Фредди Крюгер. Накрыли праздничный стол, позвали друзей. Еды наготовили, зелья наварили. Говорят, на утро голова не болела, разве что у всадника без головы. Могилёвские квизы также присоединились к празднику. Причём сделали это очень эффектно. Респект за огромное количество образов и фотозон. Программа «Встретимся» у звездочёта также не осталась в стороне. Главный символ Хэллоуина – это тыква. Поэтому мы решили заложить тыквенную грядку прямо в центре Могилёва. Надеемся получить в следующем году большой урожай. Говорят, в одной студии красоты одна девушка опоздала на стрижку. У нас страшный эксперимент. У меня в руках два пирожных. Одно из пепла летучей мыши, другое безе. Вы должны определить, где есть летучая мыша. Вот это вот безе, это… Пробуй. Нет. Давай пробуй даже. Где ты, Гриша, где безе? Это? Ну-ка. Безе. Значит, ты пробуй из летучей мыши. Да, понимаю. Пробуй. А нет. Нормально. Тоже безе? Нет. Праздник у вас, девочка. Страшные, но добрые могилёвские привидения устроили даже свой велопробег. Яркие оранжевые тыквы можно было встретить практически в половине заведения Могилёва, начиная от торговых центров, заканчивая кофейнями. Причём здесь элементы Хэллоуина вполне удобоваримые. Ни один пенсионер, ни одна мама с ребёнком не может пройти мимо и не сфотографироваться, или, по крайней мере, посмотреть на наши туйки-призраки и на тыквочки, которые у нас стоят перед входом. Дарк капучино и тыквенный латте. В кофейне к Хэллоуину здесь разработали специальное меню и необычные коктейли. Для меня это праздник очень классный, весёлый, когда можно подурачиться, повеселиться и нарядиться, я не знаю, в маньяка. Тыквенный латте, пожалуйста! Вам с собой? Конечно. Три секунды буквально. Ваш тыквенный латте. И трубочку, если можно. Пожалуйста. Ну и это ещё не всё. Несмотря на то, что Хэллоуин отмечался в ночь со среды на четверг, праздничные кельские гуляния в нашем городе продолжатся и на этой неделе. Планируется много тематических перформансов и даже бал вампиров. Осень. То время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами и своими снимками. По этому случаю готовы вам представить 10 лучших фотографий недели. Почувствуйте тепло города вместе с нами. Ох, уже та лестница в Подниколье. Сегодня это самое топовое место для фото. Согласитесь, снимки отсюда завораживают. Недалеко от топа ушёл и новый корпус БРУ. Он то и делает, что собирает лайки и восторженные комментарии. Ждём открытия. Идёшь на работу темно, уходишь с работы темно, но красота вечернего города радует глаз. Маленькие монстрики существуют. Даже каштаны знают, где нужно делать фотографии у звездочёта. Львы, арка, лестница, ратуша – это всё мелочи. В Могилёве есть даже своя китайская стена. Так подписал автор фото. Хорошо подметил и не поспоришь. Мне кажется, это лучшее селфи на фоне города. Всё-таки прекрасен Могилёв с высоты птичьего полёта. Даже осенью. Скажем просто, Могилёвский Титан. Осень в Могилёве закручивает гайки. Становится всё холоднее. В такое время котики становятся особенно актуальны. Тёплые, мягкие и мурчащие. Наша прогулка заканчивается. Но ровно через неделю мы снова встретимся у звездочёта. На телеканале «Беларусь-4 Могилёв». Чтобы узнать больше о городе, в котором живём.